Ну что, приветствую, дамы и господа, новый ролик. Такого формата еще у нас не было, и я думал, что он никогда не наступит. Это обзоры. Из названия вы поняли, какой мотоцикл сегодня будет на обзоре. Это поварская стрит-пушка BMW S1000R. Вроде бы 2019 года. Могу ошибаться, там плюс-минус один год. Я бы не сказал, что сейчас будет обзор на мотоцикл. Скорее, это будет мое какое-то субъективное мнение. Какие-то мои эмоции буду показывать. Своё ощущение об этом мотоцикле. В Википеде пересказывать я вам не буду. Вы все умные у меня. Можете почитать технические характеристики данного мотоцикла. Что за задний ход у сотрудников ГАИ? Без люстр задний ход дают. О, сразу двое. В общем, едем. Сейчас забираем мотоцикл. Тут буквально метров 500 осталось. Снимаем свои эмоции. Даем свой отзыв. Может, кто-то из подписчиков хочет себе купить BMW S1000R. Так, надо воспользоваться опять системой навигации. Называется «Клади на бак и наблюдай». Родин стреляет, всё нормально. Но сейчас покажу, как стреляет BMW. Как бы я не любил отстрелы Ямахи, до BMW им далеко. Мотоцикл мне любезно предоставляет на два дня. То есть, сегодня вечером я покатаюсь на нём. И завтра ещё. Скажу все плюсы, все минусы. Ну, с объективно моего мнения. Может быть, кому-то будет нравиться то, что мне не нравится. Ну, чё, было бы замечательно не потерять свой телефон. Так, где-то здесь. Так, нам нужен шестой бокс вроде как. А, вот он стоит. Тут два BMW. Мне нужен вот этот вот справа. К-1300С. Не сильно мне хочется. Нормально. Так, а куда его загнать? Я там у Миши спрашивал уже, у тебя спросить, а можно вообще выехать на нём, там, ну, проверить на максималку. Всё, всё дела. Просто же, если проверять, то... То всё проверять. Заодно, если чей-что, то... Забирай. Так, всё, ребята, забрал мотоцикл. BMW S1000R 2017 года выпуска. Это, насколько я знаю, полная комплектация M-пакет. Здесь стоит подогрев ручек. Стоит круиз-контроль. Хозяин поменял сток-выхлоп на такой вот оригинальный Крапович. Брэмбо вкруг тормоза стоят. Электронная подвеска. Ну, это всё то, что вы можете сами узнать. Я хочу сейчас просто на нём покататься. Скажу по секрету, я уже на нём ездил. Наверное, минут пять. Мы с хозяином пересеклись на треке. И он меня любезно дал прокатиться на нём. Прокатился буквально там 3-5 минут. И испытал нереальные ощущения, нереальный кайф. И сейчас меняет мотоцикл на два дня. Самая главная особенность. Это вот эта вот вещь. Это квикшифтер. Здесь он стоит двухсторонний, вверх-вниз. Для тех, кто не знает. Это возможность переключения передач без сцепления. Может кто-то скажет, что переключает на своей Хонде 2013 года и так без сцепления. Но ты переключаешь передачу со сбрасыванием газа. И втыканием вверх. Здесь можешь ехать на полные ручки газа. И щелкать, как орешки, вверх её. Вот в чём особенность данного квикшифтера. Ну и вообще всех квикшифтеров. Всё. Не надо тут рассказывать какие-то технические характеристики, технические особенности. Я не мотообзорчик. Это, я сказал уже, будет моё субъективное мнение об этом мотоцикле. Мои эмоции. Всё. В рюкзак. И полетели. Самый, наверное, здесь нереальный сексуальный, кроме квикшифтера, это вот этот вот выхлоп Акропович. Мне кажется, ни один производитель мотоциклов, кроме BMW, не научился делать вот этот вот их попкорн, их отстрелы с минимальных оборотов. Да вообще с любых. Вы просто вот послушайте сейчас. Я буду, наверное, сегодня всё видео делать акцент на этом. Вы меня простите, но я просто нереально кайфую. Вот две вещи в этом мотоцикле, от которых я испытываю нереальный оргазм. Это квикшифтер и это его выхлоп. Ну что, поехали. Ой, ой. Ой, ой. Санечка снимаешь. Камеры, штативчики, объединяющиеся. И работа в гикшифтерах. Боже, я не могу. Я надеюсь, вы слышите это. Я специально еду с открытым визором, чтобы вы испытали такой же кайф для ушек, как и я. Это просто нечто. Ну и, конечно же, хотелось бы ещё отметить хвалёные тормоза BMW. Они здесь идут, насколько я помню, комбинированные. Это когда ты тормозишь передним, и он одновременно подтормаживает задним. Не знаю, какие у меня мотоциклы были, я с таким не сталкивался. Здесь тормоза просто отменные. Я вот ехал без камеры, решил оттормозиться там со 110, ну и как-то я на Ямахе не совсем такие уж классные тормоза. Я решил нажать в полную ручку. Благо здесь есть АБС. Не знаю, правда, какая сейчас стоит электроника в плане бейс и трекшена, но сейчас вот вилка разгружается на этом мотоцикле постоянно. Динамика просто космическая, просто невероятная. Поверьте мне, я владелец Ямахи R1, и меня пробирают такие эмоции, значит, это действительно так. Мотоцикл нереально крутой. Ну, я чувствую, как переднее колесо разгружается, но электроника его глушит. Если бы здесь была выключена электроника, заднее колесо было бы неминуемо. Так, сейчас проверим, как он себя ощущает в поворотах. Как он закладывается. Ой, вообще, как по маслицу. Просто сам кладется в поворот. А рулится как просто, ну вот, как какая-то, не знаю, 400-ка. Шустро и юрко. Я не могу насладиться этим выхлопом. Просто вот. Ну, это BMW, это фишка BMW. Что в модели S1000R, что в модели S1000RR. Не знаю, почему именно в BMW, почему другие мотообразители. Это BMW-шник. Знаете, я ехал с вами разговаривал, и я смотрел на эту 46-ку. И я знал, что, ну, сейчас он что-то вытверит. Ну, все, нажатие легенькое на тормоза. Мотоцикл тормозился. И я тут дальше разговариваю. Было бы я на каком-нибудь другом мотоцикле, возможно, я торчал бы в жопе этой 46-ой. Это просто нереальная городская зажигалка. Просто нереальная. Ее динамика, ее тормоза, квикшифтер, выхлоп. При всем моем скептическом отношении к стритбайкам, да. Этот мотоцикл мне невероятно сильно нравится. Я катался в жизни на трех стритбайках. Это третий. Возможно, даже на двух. Я, честно, не помню, катался ли я на S1000. Но точно я знаю, что я катался на апреле от ООНа. Эффект реверс 2007 года. И вот этот мотоцикл, это просто небо и земля. Ты просто чувствуешь, что ты лечишь на каком-то космолете. Здесь есть все. АБС, трекшн, режимы езды. Возможно, даже антивиле есть. Это не точно. Лаунч контроли. Можно сделать. Он здесь есть. Просто нужно его зашить. Здесь тормоза, Брэмбо. Просто невероятно лютейшие. Квикшифтер, выхлоп. Ну, я, возможно, его сильно хвалю. Но сейчас на нем больше покатаемся. И, возможно, я найду какие-нибудь недостатки. Хотя очень сильно сомневаюсь. Здесь очень много кнопок на пультах. Ну, подогрев ручек. Моды. Рейн, Динамик Про, Динамик. А, я сейчас в Динамике, да? Надо сейчас в Динамик Про поставить. Динамик Про это самый лютый. О, Динамик Про. Мы же Про. Ну, просто работа квикшифтера была сейчас продемонстрирована. Пятая передача. Что вверх, что вниз. Работает просто безупречно. Третья передача 80 км в час. Газ пол. Внизу просто бомбейшие. Просто нереальные. Так. Что еще есть в этом мотоцикле? Надо еще покопаться. Trip Info. Trip 1, Trip 2. Средний расход. Средняя скорость. Одометр. Это все нам пока что не интересно. Расстояние. Окей, если вниз то же самое будет. А, хрен его знает. Так, это АБС. Подвеска, это ясно. Это лучше мы не будем трогать. Пусть это будет под хозяина. Ну, вроде Динамик Про мы поставили. Самый злой режим. Гудок, поворотники. А, это круиз-контроль. Сейчас мы выйдем за город. Проверим наличие круиза-контроля. Как он работает на мотоциклах. Я, честно говоря, очень сильно хочу попробовать. Круиз на мотоцикле это для меня в новинку. Все, становится на заднее колесо. Камера, тормоза, все. Одним пальчиком плавненько и все. Не знаю, что сейчас стоит по электронике, но мотоцикл на заднее колесо становится. Возможно, какой-нибудь там легкий режим трекшна стоит. Блин, невероятно кайфует этот мотоцикл. Просто нереальный кайф. Все просто настолько удобно. Вот эта посадка. У меня рост 181. Я просто идеально на нем сижу. Просто ноги идеально достают до земли. Стрит, как он есть. Максимально приятная городская посадка. Не это спортоводная креветочная. Валерийный квикшифтер, ребята, это просто нечто. Ну да. Вот сейчас я столкнулся с тем, что наблюдал в обзорах. При большой скорости начинается воблинг. Воблинг это, я не знаю, как это висит. Мотание руля. Расколупа с руля происходит. Сейчас мы выйдем на наш полигон любимый. На аэропорт. На специально отведенную трассу. Попробуем сделать максималку на нем. Но что-то мне рассказывает, что я мог бы немножечко обосраться. Ветрозащиты здесь нет никакой. Вот этот маленький ветровик, не пластика, ничего. Поэтому будем пробовать. Какая же у него ровная тяга? Ну вот просто как паровоз. Казалось бы, вот четвертая передача. 5500 оборотов, 100 километров в час. Все, он идет. Как там? Как нам бы включить круиз-контроль? Мне очень интересно, как он включается. У меня таких мотоциклов не было просто мной. Думаю, он вот так вот. А как дальше? Так, ладно, напишите мне в комментариях, как включается круиз-контроль. А вот, наверное. О-о-о, включился 75. Все, руки на бак и пошел. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, маловато, правда, добавить можно. Хочу 96. А, надо, наверное, заново тогда делать его. Так, выключаем. Пятая передача. 120, допустим. Он. И так вот. Оп. Все, 120 тянет. Ну и все. И вы едете на круиз-контроле. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Разобрался. Не совсем тупой. Ну, вот, в принципе, круиз-контроль. Термоган нажимает, сразу же пропадает так. Сделаем так туда. Все. Мы разобрались, как он работает. Едем дальше. Ну, да-да-да-да-да. 210 км в час. И начинается вот это вот, вот это вот движение. И мне, честно говоря, не хочется чужой мотоцикл разбить вместе с собой. Поэтому я думаю, что максимальную скорость проверять я не буду на этом мотоцикле. Потому что что-то не то. Мне очень сильно нравится. Так, приехал я в такое место. Красивое. Курган-Слава называется. Поделюсь немного своими эмоциями на таком вот красивом фоне. Солнце, закат, танки, самолеты. Ну и BMW S1000R тоже своего рода. Танк, самолет. Так, наверное, устанем. Ну что, первые эмоции, как они есть. Только следствия мотоцикла. Динамика. Динамика, мне кажется, моя Yamaha R1 не стояла даже и рядом. То, что делает этот мотор на любых оборотах Yamaha R1 точно такого не делает. Тормоза, опять же. Казалось бы, мой Yamaha R1 шестиборшневые тормоза. Но, прокатившись на этом мотоцикле, я могу смело сказать, что в моем мотоцикле тормозов нет от слова совсем. Задние тормоза я даже ни разу не нажал, поэтому ничего не могу по ним сказать. Вилка, подвеска просто шикарная. Едешь одно удовольствие. Квикшифтер. Ну что я про него говорил, не о чем говорить. Это просто нереальное ощущение. Нереальное удобство доставляет себе. Выхлоп. Хочется ездить постоянно с открытым визором и наслаждаться этой басовитостью. Посадка идеальная под мой рост. Метра 81 у меня рост. Посадка этого мотоцикла идеальная. Либо же она настроенная. Под такой рост человек, вроде хозяин этого мотоцикла, имеет такой же рост, как и у меня. Единственное, наверное, что мне не нравится в этом мотоцикле, это вот его отсутствие ветрозащиты и непонятный мне воблинг на 200+. Вот я ехал два раза 210. Не знаю, передавала ли это камера. Едешь 210, 200+, и начинается... Ты вроде на него ложишься уже за ветровик, и начинается вот это вот шатание руля. Возможно, нужно там проехать буквально 20-30 км в час, дойти до какого-то определенного значения, и он прекратится. Но что-то мне страшновато. Остановимся на 210. В принципе, мы брали этот мотоцикл не чтобы жарить на нем, как на спортбайке, а просто кайфануть, показать свои эмоции, свой отзыв дать. У меня опыт вождения стритбайков вообще никакой. Я вот сейчас прокатился. Я вам скажу, что я бы определенно себе купил BMW 1000R. Но любовь к спортивным байкам, конечно, сильнее, чем к стрит. Вот что хочется еще сказать. Не знаю, если у вас есть свободных 1013-15 долларов, он будет стоить примерно что у нас в Беларуси, что в России, что в Украине. Если это какой-то там свежий год, там 17-18-19, вы получаете невероятно прекрасный мотоцикл. Удобный, управляющийся, тормозящий, издающий приятные, прекрасные звуки. С квикшифтером, со смазочкой C4 мотелем. Неаккуратно смазано, но это ладно. Вот что вы получите. Приборку я, в принципе, всю не исследовал. Она вроде как должна быть очень-очень-очень. Давайте пощелкнем все-таки вот этот АБС. Что он вообще покажет? DTC роут, DTC динамик, роут, динамик. А, это, наверное, два режима. Динамический и роут. Мы динамические парни. Так что у нас роут динамик, динамик про. Все, короче, в динамике у нас. Ключ такой вот, маленький. А, ну и вилка электронная, электронно настраивающаяся. То есть, ну, полный фарш, как говорится. Я испытал нереальные эмоции. Спасибо Евгению, хозяину этого мотоцикла, за то, что доверил мне этот мотоцикл. Доверил мне его на обзор, чтобы я отснял, донес до вас какие-то свои эмоции. А, и, ребята, еще один момент. Мотоцикл Евгения. У Евгения это сейчас не какая-то либо реклама. Это просто вот для тех ребят, кто в Беларуси, в Минске, и у кого есть мотоциклы и BMW. Если у вас какие-то есть проблемы с прошивкой, вообще совсем обслужить, настроить, почитать ошибки, что-то еще. Какой-то чек вылез. Вот Евгений. Его оставлю контакты в описании видео. Дилер наш, белорусский, берет просто властнословные деньги за любое, за обращение, за любую слугу. И, Евгений, не побоюсь этого слова, мастер своего дела. Сейчас я вам покажу фотографии. Товарищ заказывал BMW с 1000 RR с Америки. И у него были определенные проблемы с проводкой, с мозгами. Женя это все собрал, настроил, завел. Мотоцикл сейчас ездит, работает. И товарищ мой радуется жизни. Поэтому, если еще раз, ребята, у кого-то есть мотоциклы BMW, на 1000 RR, SRR, там, гуси, SXR, все модели, неважно. Евгений. Все, что связано с BMW, с машинами, с мотоциклами, все поможет, все настроит, все будет просто на высшем разряде. Поэтому, с 1000 R, легендарный штормовой Ил-2, 5 танков, пара пушек, кафе, курган славы, закат, дорога, я, пока. Субтитры сделал DimaTorzok